Закат серебряной истории 1 мая 1893 года был закрыт Барнаульский сереброплавильный завод. Причина – запасы металлических руд на Алтае истощились, производство решили закрыть. После этого в заводских цехах был размещен кабинетский лесопильный завод. С потери металлургического производства Барнаул перестал быть крупным промышленным центром и приобрел новую славу – торговую. Город вернул себе промышленный статус лишь в 30-е годы XX века с постройкой меланжевого комбината. Но это уже совсем другая история. Огонь распространялся двойной стеной в сторону Аби и вниз к реке Барнаулке. Старики, женщины и дети в отчаянии метались, искали спасения, забирались в погреба, но тщетно. Так вспоминал очевидец одно из самых трагичных событий в истории Барнаула – пожар 2 мая 1917 года. До сих пор неизвестно, как он возник. По одной из версий, виноват был начальник пожарной части, который неосторожно смолил в этот погожий денек свою лодку. Без жилья осталось почти половина жителей города. Погибло больше 30 человек. Многие историки уверены, если бы не пожар 17-го, сегодня по количеству сохранившихся исторических зданий Барнаул дал бы фору многим сибирским городам. В мае 1975 года в Барнауле родился Алексей Смертин, будущий знаменитый футболист. Наряду с Германом Титовым и Михаилом Калашниковым – это один из самых известных уроженцев Алтайского края, чье имя знают во всем мире. Начинал в барнаульском «Динамо», но скоро перерос местный уровень. Московский «Локомотив», французский «Бордо», британский «Челси» и «Фулхэм». Был капитаном сборной России. В 2006 году в Барнауле открыл собственную футбольную школу.